С вами канал SuperAndroid. Я себе заказал все-таки механическую клавиатуру, смотрел обзоры и выбрал клавиатуру от Motospeed Inflictor CK104. В комплекте инструкция со всеми указаниями. К сожалению, как всегда, нет русского языка. Но здесь вы сможете посмотреть набор всех клавиш, которые задействованы в данной клавиатуре. Такое вот приспособление для снятия клавиш. Коробка значительно теперь отличается от предыдущих коробок. И выглядит вот так вот футуристически со всеми наворотами и навалами. Ну и теперь перейдем к самой клавиатуре. Она у меня уже снята и настроена. Сейчас отключена, чтобы не бликовало. И давайте коротко о характеристиках. Масса данной клавиатуры 850 грамм. Количество одновременных нажатий не ограничено. Посветка RGB. 10 цветовых эффектов. Материал корпуса, как вы видите, алюминий. Все очень компактненько и красиво смотрится. Количество клавиш 104. Интерфейс USB 2.0. Переключатели от Emo Blue RGB SMD. Тактильные с кликом. Ну и сама клавиатура механическая, проводная. Теперь немножечко поменяем свет и посмотрим, как выглядит данная клавиатура. Вот так вот она звучит. Партии клавиатур шли вообще без русских символов. Сейчас они нанесены светлым таким шрифтом. Но вы понимаете, что все это в темноте светиться не будет. То есть если вы будете сидеть в абсолютной темноте, то русского шрифта вы видеть не будете. Это первый и огромнейший минус для тех, кто работает ночью. Если у вас есть хотя бы минимальная подсветка, или же вы выставите какую-либо из подсветки клавиатуры на полную яркость, то возможно вам удастся и рассмотреть некоторые клавиши. Верхний ряд. Мультимедийные клавиши. Здесь есть управление громкостью, перемотка, пауза, остановка, переход почты, режим перехода, отправки на домашний экран, перехода. Все работает через зажатие клавиши. Функция. То есть клавиатура полностью по своей функциональности меня устраивает. Отлично сработает. Приятный, конечно, звук. Что еще интересно, в клавиатуре есть кнопка блокировки Windows. Именно выхода в Windows, когда вы играете, частенько нажимаете, и просто дико бесит, когда вы вылетаете из игры. Второй ряд. Здесь предустановлены пресеты для подсветки. То есть вы выбираете определенный пресет, и у вас будут задействоваться нужные клавиши при помощи клавиши Memory вы можете изменить данный пресет и назначить ему свои же кнопочки. Сейчас, одну минуточку, мы все это дело организуем. Вот кнопки, которые будут назначаться. То есть выбрали, зажали, и при помощи этой клавиши у вас будут задействованы эти кнопки. Все довольно-таки просто. Они будут запомнены. В следующий раз вы просто переключением будете переходить на эти же кнопки. Как видите, клавиатурка настраивается. Основные режимы переключения и работы, давайте посмотрим, их огромнейшее количество. То есть вот такой режим подсветки кнопок, режим пульсации. В общем, настолько все это цветное, красивое и прикольно с его кликами, что в принципе я покупочкой доволен. Хотя вот это вот и излишество, оно немногим, скажем так, понравится. Скажут, что о, там, блин, цыганская клавиатура, вся блестит, вся переливается. Но это прикольно. И следующая клавиша, функция M2, это режим изменения цвета. Здесь вы сможете настроить и выбрать цвет. То есть выбрали режим, в котором будет работать клавиатурка и задаете цвета. Вот так все это дело выглядит. Все довольно-таки прикольно. Обратная пульсация. Количество света, которые будут отдавать светодиоды, регулируется нажатием клавишки функции. И вот здесь две лампочки вверх-вниз. Здесь все понятно. И частота пульсации через эти же клавиши влево-вправо. В принципе, разбираться с клавиатурой особо и не надо. Она выглядит просто фантастически. Мне нравится, как она щелкает. Все настройки размещены. Она довольно-таки компактная. Сзади, помимо всего, производитель гарантирует, что есть вот три таких отверстия. Вот они, видите, красненьким подсвечены. То есть, вы можете проливать на нее жидкость. Помимо всего, есть две ножки для откидывания. Сама клавиатура тяжелая. И при игре она не будет двигаться. В общем, наверное, и все рассказал. Ссылка на покупку данной клавиатуры будет в описании видео. То есть, за 35-40 долларов вы получаете механику с довольно-таки неплохими свечами, с отличным звуком, с огромнейшим диапазоном настройки подсветки, включения клавиш. Я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok